Страшно заинтриговали названия ваших мастер-классов, лекций. Вчера гармония в музыке и в бизнесе, сегодня Бах и Эйнштейн. Вы знаете, когда коллеги посмотрели, с какими лекциями вы сюда приехали, они просто поразились, как это можно одно с другим совместить. Музыка и бизнес, Бах и Эйнштейн, поделитесь секретом. Да все очень просто. Когда-то был такой совершенно замечательный философ, Давид Юм. У него есть книга, трактат о человеческой природе. И там он пишет, что человеческий ум способен объединять все явления, между которыми не наступает противоречие. Это скромное, робкое начало великой философской идеи. О том, что оказывается, в мире все предельно взаимосвязано. И только когда мы находим все связи всего со всем, мы можем делать вывод о том, каков наш мир, что мы можем изменить, что мы можем улучшить. Ведь все несчастье заключается в том, что человечество напоминает вот тех самых трех слепцов, которым предложили ощупать слона и определить, каков слон. Помните, один щупал хобот, другой хвост, третью ногу. И вот каждый из них сделал совершенно разные выводы. А слона они не увидели. Так вот, идея заключается в том, чтобы увидеть слона. То есть соединить многие явления мира, философии, искусства, культуры, истории, жизни, политики. И в результате понять, в чем дело. Все несчастье в том, что, скажем, политик занимается политикой. И никогда не обратился, скажем, к Моцарту или Малеру для того, чтобы ответить на вопросы политики. Бизнесмен занимается бизнесом, умирает от тоски, голова болит. Почему? Он даже не догадывается, что законы бизнеса существуют в сонатной форме. Законы научного мышления существуют в форме Ронда. Что теория относительности Эйнштейна закодирована в фугах Баха. То есть, понимаете, оказывается, весь мир един. И только единство математического, правой и левой доли мозга, эмоциональной и интеллектуальной, да, только они дают нам более-менее приличную картину мира. Вот, я всегда, знаете, когда слышу какие-то разговоры, интервью, люди, не музыканты, их спрашивают, да, какую музыку вы любите слушать. Они перечисляют и говорят, ну, конечно, классическую. Вот. Но у меня такое ощущение остается иногда, что, говоря об этом, как бы, не понимают, как бы, о чем говорят. Чаще всего нет, потому что даже знаменитые знатоки, которые готовы и могут часто ответить на любой самый сложный вопрос, как только заходит вопрос о детском вопросе, по поводу музыки, искусства, они становятся маленькими, необразованными детьми. И не могут порой ответить на самый-самый простой вопрос. И более того, когда человек говорит, я люблю классическую музыку, то часто это значит, что он любит начало первого фортепианного концерта Чайковского, танец маленьких лебедей, полонеза Гинского. На самом деле, музыка – это движущаяся форма, это структура, это процесс. Вот был такой замечательный ученый в России, академик Асафьев, Игорь Глебов. Он написал книгу «Музыкальная форма как процесс». То есть, когда мы смотрим какой-то фильм, ведь мы же следим за развитием сюжета. Мы очень внимательно следим, кто, куда, почему, что сказал, что в этот момент произойдет. На этом подлавливают мыльные оперы. Занес нож – окончание серии. Значит, 586 серия «Убьет, не убьет, мы узнаем на следующий день». То есть, они все время держат людей. Реклама и мыльные оперы, они все время продают людям всякие товары. Вот, хоп, занес нож. Теперь покупаете колготки такой-то фирмы, да? Теперь ждешь, когда нож опустит и куда. Так вот, сама идея по себе, искусство, культура, творчество – это какой-то протяженный, феноменальный процесс, за которым нужно научиться следить. Как только вы учитесь и умеете следить за процессом развития музыки, вы попадаете в совершенно иной мир, сказочный мир. Вчера, скажем, студентам Ресебы я показывал, как сонатам Моцарта, я останавливался, я показывал каждую деталь, и они услышали, что там значит, что там происходит, а потом сыграл целиком, это всего 3,5-4 минуты. И это было совершенно иное восприятие. Вдруг они поняли какие-то очень важные вещи за пределами музыки. Многие считают, что слушание классической музыки – это вопрос вкуса. Вот у тебя высокий вкус, и ты слушаешь классику. Нет, это прежде всего вопрос бытия, вопрос жизни, потому что в классической музыке закодированы гениями все важнейшие формулы, события, ситуации, человеческой истории, человеческой жизни, человеческой культуры. И поэтому любовь к музыке, к отдельной мелодии, к красивой песенке – это не есть любовь к музыке, это любовь к этой песенке, к этой мелодии, к этому, ну, как шведы говорят, «Örn Goodieser», то есть конфетки для ушей. Вот обычная любовь к классической музыке начинается и заканчивается конфетами для ушей. В то время как человек, который постиг развитие идеи симфонизма, идеи сонатной формы, он вдруг открывает для себя научные вещи, он открывает для себя законы бытия. Вот мое выступление 13-го числа, да, которое будет, оно даже называется «Доказательство бессмертия», то есть вообще замахнулись, да? А доказательств бессмертия нет в обыденной жизни, доказательств бессмертия нет у врачей, оно есть в искусстве, оно закодировано. Вот там существуют какие-то странные формулы, через которые можно понять, смертны мы или бессмертны, или что такое смерть тогда, если это смерть. А, скажите, вот как вы дошли до этих вещей, вот, совместить и музыкальную деятельность, и вот такую просветительскую, и вы так много успеваете, так много везде бывает? Я просто однажды понял, что восприятие искусства – это не чтение определенных книг и не информации в первую очередь, это состояние души. Поэтому моя задача, учитывая, что что такое, например, музыка? Это вибрирующий звучащий источник. Что такое человек? Это приемник. Либо хороший работающий приемник, либо подпорченный или испорченный приемник. Или, как вчера один сказал, а если сломана антенна совсем? Я говорю, если сломана антенна, я не помогу. Но если он только испорчен, испорчен, например, фальшивыми идеями, фальшивыми звуками, попсовыми, примитивными два, три топа, три прихлопа, то я могу вывернуть его, я могу его открыть, я могу там покопаться. И вот поэтому идея восприятия музыки как вершины искусства, она лежит от пути от подножья туда к музыке. То есть от литературы, от поэзии, от вербального к невербальному, к непроизносимому. И вот до какой-то степени я произношу, и когда мы уже настроены, то есть сидит зал приемников настоящих, они на волне этого вибрирующего источника, то вибрации проникают в сердце, в мозг, в душу, в тело. И человек меняется, потому что неужели нам непонятно, что есть ультразвук и инфразвук. Их используют врачи. Одним видом звука можно убить, вы знаете, да? Определенные частоты. И есть другое начало. Великая музыка, которая через гений Ев дает нам абсолютно феноменальные вибрации. Знание о каких-то таких кодах, раскодировав которые, мы обретаем лучшее состояние. Лучшее состояние мозгов, лучшее состояние души, нервной системы, психики, да? И это уже понятно, что это так. Вот говоря о гениях, я смотрела фрагменты видеозаписи прошлого года, когда вы здесь были в Либе, давали мастер-классы юным скрипачам, юным музыкантам. Вы показывали девочке, как нужно исполнять, например, там вот есть Терри Шумова, да? У вас там был такой интересный пример. Да, да. В Риге вы обнаружили много гениальных детей, или как бы с задашками. Ну, я могу только к радости рижан, всех, кому интересно культура, искусство, а не только хлеб насущный, сказать, что Рига издавна один из кодовых, один из самых знаковых городов в истории европейской культуры. Во-первых, она очень скрипичный город. Она рождала и рождает скрипачей. Вот ребенок родился в Риге, значит, у него уже больше шансов быть скрипачем. Не потому только, что педагог есть, да? А потому, что вот сама атмосфера какая-то, вот есть какие-то точки, вот, скажем, Кишинев, Одесса, Рига, Москва в разные времена, да? И вот, хорошо, Москва это гигантский город-мегаполис, Рига поменьше намного, да? Это такой небольшой европейский город-столица. И тем не менее, в пропорциональном отношении она всегда давала совершенно потрясающих мировых скрипачей. Значит, здесь вот школа Дарзиня. Есть, например, запись 60-х годов, где дети школы Дарзиня играют интродукцию и Олегра в стиле пуньяни, крейслера. Это одно из сложнейших произведений для солиста. А было время, когда все школьники выстроились и сыграли ансамблем скрипачей эту музыку под органной аккомпозиции полниекса. И вот есть такая пластинка, где они играют Арию Генделя, Дигнаре. То есть это уникальная запись до сих пор, одна из самых любимых пластинок фонотеки любого любителя музыки. Когда ансамбль скрипачей школы Дарзиня в Домском соборе играют с Сиполниксом. Это феноменально. Даже ансамбль скрипачей Большого театра в лучшие времена не мог сыграть так, как играли эти дети. Вот вам пример. — Николай Семенович, а скажите, а вот какой город в мире вас вдохновляет больше всего? Может быть, в Стальбольм, где вы живете или нет? Или это какие-то из других точки? — Вы знаете, несколько городов. Меня вдохновляет мой родной Петербург. Меня вдохновляет мой детский город, детство Витебск, в котором был Шагал, Добужинский, Малевич. Когда-то вышла так называемая революционная живопись XX века, в которой Бахтин читал свои лекции, в которой Иван Иванович Солертинский формировался. То есть этот город. И среди городов, которые меня очень вдохновляет, Рига, потому что начиная с 1959 года, когда я был маленьким, меня родители возили сюда, в Ригу, для Домского собора, чтобы воспитывать как музыканта. Я же играл на скрипке в этом возрасте. И вот эти все концерты Юрмалы, все концерты концертного зала Диндри, когда в течение одного сезона Рига-Свазера, Рижское лето, приезжали и Ойстрах, и Рихтер, и Ростропович, и Коган. Дирижировали Мравинский, Кондрашин, Светланов. То есть это было что-то невероятное здесь когда-то. Поэтому для меня Рига город знаковый. Это один из тех городов, которые меня сформировали. И может быть, если по количеству музыкальных впечатлений сказать, то Рига был первым городом для меня. Первым, то есть самым главным. Потому что столько музыки, сколько в детстве и в юности я выслушал в Риге на фестивалях вот этих летних, я нигде никогда не слушал. И не только потрясающие впечатления, но и эти прогулки потом вдоль моря. И это ощущение запаха сосен, запаха моря, йода. Вот эти йонистые, свежие, особые. И вот музыка светло, свет. И атмосфера света. И Юрмала. И вся Рига. И все, что тогда единственное для всех. Нас было западом. У нас не было возможности ехать за границу. Куда мы ехали? Мы ехали на запад. Мы ехали в западную культуру. Мы ехали в Европу. И прикасались к этим старинным домам, которые дышали. К этому Домскому собору. К этим улочкам. Просто прогулка по этим улочкам. Для нас, жителей Востока, Советского Востока, был выход в какое-то иное, совершенно сумасшедшее пространство. А, вы скажете, вот Рига и Латвия вообще сохранили вот этот дух, о котором вы сейчас рассказываете? Или сейчас вот как-то все-таки другая атмосфера? Вы знаете, мне кажется, что Рига, как и любой другой европейский город, познал сейчас печальную, трагическую ситуацию, когда хлеб стал важнее духа, когда хлебом единым стал жить человек, когда мы начинаем предавать, издавать самые главные основы нашей великой цивилизации. Ну, ее условно называют иудейско-греческо-римская. То есть, иудейский Ветхий Завет, да, греческо-римская, это Новый Завет. То есть, все эти основы античной культуры, античного полиса, демоса, понимаете, свободных искусств, как их называли тогда, квадривиум и триуми. То есть, это были средневековые академии латинские, это была виво-академия, виво-профессора. Вот это мы все начали сдавать. То есть, мы отдаем неизвестно куда на откуп. Я даже предупреждал когда-то, что если мы сдадим это достаточно серьезно, то на это место придут новые, свежие, совершенно иные цивилизации, которые на обломках нас будут строить совершенно иные мечети, совершенно иные устремленности. Потому что у них это молодые религии, понимаете. То есть, на смену уставшему христианству придет сильная, мужественная, жесткая, бескомпромиссная идея. Не потому, что я там отношусь хуже к исламу, это тоже мировая религия, я знаю культуру, я люблю культуру ислама, так же, как культуру христианства. Но культура христианства не должна погибать. И под культурой христианства, я понимаю, не молитва в церкви, Господи, слышишь меня или нет, я понимаю все основные ценности, которые родились под воздействием этого странника, который пришел в мир и показал впервые личностное. Понимаете, он пришел уже не как какой-то безликий Моисей, он пришел как человек с конкретным характером. И страданием, и переживанием, и нервная система подводит, и все не то, и все не так. Вот, он пришел и рассказал о том, что в искусстве, в культуре, в цивилизации наступает момент личности. И после него вместо каких-то безликих антиков появились конкретные гении, конкретные страдающие Бетховены, конкретные Моцарты, конкретные Шекспиры, то есть конкретные люди из плоти и крови, как Бога-человек. То есть они одной частью обращены, как Христос, к небу, а второй частью они обращены к земле. И вот этот контакт возвышенного небесного-земного, он и дает нам тот феномен, который мы называем культурой великой цивилизации нашей. Если мы его сдадим, если мы сдадим Ромео и Джульетту и Гамблета, если мы сдадим Байрона и Пушкина, если мы сдадим вот эту великую архитектуру проторенессанса, ренессанса, высокого ренессанса, пламенеющей готики, готики и так далее. То есть если всё, целое поколение будет безразличны ко всем этим богатствам, то тогда остаётся только сложить руки и ждать, как скоро, в какой степени жестокости, в какой степени категоричности придёт иная цивилизация, параллельно вызревавшая в недрах иудейско-греческо-римской и завоюющее пространство. Вот о чём сегодня идёт речь.